Периодически няни-филиппинки просто падают из окон. Москва, конечно, круче Сингапура. Именно поэтому я пришел в образование. Куплю же не сапоги. Не должно так в жизни быть. Так выглядит рынок франчайзинга в России. Удивительно. Ну что, друзья, всем привет. Со мной сейчас соведущий Олег Ленков, партнер бэби-клуба на Кутузовском, бэби-клуб Матвеевский, и Василий Газизурин, основатель топфраншиз.ру. Василий, привет. Спасибо, что приехал, прилетел. Откуда ты сегодня прилетел? Кстати, откуда ты сегодня прилетел и приехал? Слушай, ну я скажу, куда я улечу. Да, да. В Хабаровск. Да, я буду в Хабаровске, в Новосибирске, в Томске на этой неделе. А пока мы сегодня здесь, в Москве, у вас. Слушай, ты летаешь, кстати, вот сразу вот, ты летаешь во многие города, во многие города, показывая предпринимателям, что вообще такое франшиза. Расскажи, что ты делаешь и сколько городов ты уже облетел. И стран. И стран, кстати. И стран. Да, ну, конечно, я очень ценю то, что у меня российский паспорт, что можно в таком огромном пространстве перемещаться без всяких виз. Вот, это правда круто. Я, честно, стараюсь держать руку на пульсе, что происходит в стране, в нашем предпринимательском поле. Потому что, ну, наше родное занятие – это малый и средний бизнес все-таки. И там очень важно знать, как живет огромная страна. Вот. И эти поездки, они на самом деле посвящены больше этому. И, конечно же, я рад всегда встречать людей, которые, несмотря ни на что, в отдельно взятых городах России добиваются успеха. Как ваши партнеры все. Франчайзинговые. Ну, кстати, вот смотри, мы же здесь не просто так находимся. Вот у нас здесь стоят книжки. Твоя книга «Вырасти с франшизой» Василий Газизулин. Купить, создать, продать. Поэтому, ребята, смотрите этот выпуск до конца, задавайте вопросы, и за лучшие вопросы вы получите эту книгу с автографом автора. Ну что, Олег, да, давай. Ты как франчайзи, что ты, в принципе, сказал бы, спросил бы Василия о франчайзинге в целом? Мне интересен путь, конечно, потому что во многом, когда мы говорим про франчайзинг, здесь всегда важна фигура лидера, вопрос ценностей. Потому что, мне кажется, что если так размышлять про франшизы, более-менее понятно, это упаковка, это систематизация некая, алгоритма, процесса. Я когда учился в университете, учился я на юриста, и у меня была дипломная работа о договоре коммерческой концессии, франчайзинг. В тот момент, удивительно, вот я сейчас вспомнил об этом, удивительно, в тот момент у меня были такие романтичные представления о том, что франчайзинг – это классно. После того, как я все это написал, я понял, что не все так однозначно, и что, оказывается, есть еще такая история, как франчайзинг в России. И, в общем, отложил я эту историю надолго, потому что я понял, что, наверное, я думал о чем-то совершенно ином. И удивительным образом, видимо, Бог меня услышал, или энергия, или не знаю что, высшие силы какие-то, я познакомился с Юрой, с Женей, и узнал про Baby Club. И тогда я понял, что вот она та франшиза, которую я, наверное, хотел, потому что это такая франшиза с человеческим лицом. В этом смысле, мне кажется, это как раз тот человек, который может рассказать немножко про себя, про фигуру лидера, и про то, вообще, какой должна быть франшиза, какова роль лидера в этой франшизе, зачем вообще людям франшиза. Спасибо за вопрос, спасибо за такую дипломную работу, она сейчас, наверное, применяется уже где-то. Возможно, возможно. Да, ну, в общем, конечно, лидер важен, лидер, конечно же, надо представлять себе четко, без всяких иллюзий, что вешает себе мишень на грудь, соответственно, в какой-то момент, и, в общем, под прицелом очень многих, не только камер, но и обстоятельств. Поэтому эта фигура важна. Те компании, которые сохраняют лидера, костяк компании, которые понимают, что им нужен лидер, и его сохраняют. Те, как правило, это неочевидная вещь, это просто опытом тоже наработанная история. Та компания сохраняет себя, а та компания, которая старается выжать лидера, соответственно, это именно костяк, если мы говорим, то тогда там гарантированно возникают проблемы. Но как бы сильно легко от этого самому лидеру не становится в любом случае. Поэтому здесь скорее, конечно же, масштаб личности, он всегда выше, чем масштаб франшизы. И если мы пообщаемся с десятком самых значимых, наверное, лидеров во франчайзинге в России, включая тебя, Юр, мы увидим, что кругозор этих людей, он постирается больше, чем слово франшиза. Это естественно. И вот чем дальше он постирается, тем сильнее, наверное, компания. Поэтому здесь очевидно есть закономерность, что там, где есть сильный лидер с большим кругозором, там есть большой масштаб. И так получилось просто, что мы живем в России, где слово масштаб, это слово масштаб. То есть это не Молдавия, при всем уважении, и не, соответственно, Голландия какая-то. В России это масштаб. Лидеры здесь не могут быть немасштабными. Плюс еще размах русской души. Если мы что-то делаем, мы хотим это делать прямо вот на всю. Василий, вот смотри, ты говоришь, когда про лидера, вот ты же начинал вместе с экспедицией работать, вместе с Александром Кравцовым. Расскажи вот эту историю. Как ты вообще туда попал? Да, слушай, но я попал благодаря такой заманухе, очень классной, которая была, которая меня схантила, собственно, это программа, которая называлась Академия предпринимательства, то есть которую я прошел, меня оттуда не выгнали, хотя много раз хотели, соответственно, и так получилось, что сказали, давай, паренек, идем к нам, будешь предпринимателем. Ну, по сути, я стал топ-менеджером и потом партнером компании. В общем, и по сути работал, конечно же, 100% своего времени посвящал бренду экспедиции, не думая, на самом деле, сильно о деньгах, а больше, наверное, о сути, да, идеи. Конечно же, мне пришлось в какой-то момент тоже побыть лидером во многих ситуациях, принимая решения, связанные вообще со всей этим брендом и со всем, что как бы видно людям. Ну, на самом деле, это как одеть кольцо Саурона. Одно кольцо, способное править всеми. То есть там были моменты, когда весь, 100% ответственности, соответственно, замыкалось лично на мне. эти моменты, они характерны как лучами славы, так и лучами, соответственно, каких-нибудь допросов, проверок твоих сотрудников и так далее. Пребывая в этом всем, особенно любому предпринимателю, понятна история внутреннего непрерывного бюджетирования в голове. То есть зарплаты, предполагаемые какие-то планируемые большие вложения, большие приходы. И вот пребывая в этом состоянии, я не употребляю алкоголь, то есть я ничего там не курю, мне приходилось просто наяривать километры воды, плавать, чтобы как-то разогрузить голову. И в общем здесь, конечно, роль лидера, тот, который живет постоянно в этом состоянии, особенно в нашей стране, она выдающаяся. То есть это, ну это как кольцо одеть, соответственно. Ты побываешь, пребываешь, начинаешь в другой реальности, где есть другие нормы, какие-то начинаются морали и так далее. Ну, собственно, поэтому я этот масштаб экспедиции, который на себя в какой-то момент примерил, да, тоже понял, что нет, это точно не для меня, соответственно. Вот и сделал масштаб в каком-то другом измерении, то, что называется сейчас стоп-франчайз. И опять же, 100% лично для себя я не могу позволить полностью нести за это ответственность сейчас и так далее в тех нормах, которые я пребываю личных своих планов, да, то есть жизненных. Поэтому у меня есть партнер по бизнесу, Витя Большаков, с кем мы это непосредственно основали, сделали. И, конечно же, партнерский бизнес, он чуть-чуть проще, чем личный, когда ты во времени копишь эту вот всю историю на себе. Ну, и, насколько я знаю, у вас тоже это абсолютно так же, да, то есть партнерская история, она дает больше плюсов, если ты правильно в ней умеешь жить. Конечно, я ее приверженец, как не хотелось бы иногда, например, что-то самому там порулить, короче, да, там поделать. В конечном итоге лучше в этих плюсах, в которых ты привык, ну, это определенное искусство на самом деле. А вот в экспедиции ты изначально был наемным сотрудником, правильно я понимаю? И потом, я так понял, что ты стал франчизе. Ну, в какой-то момент, да. В какой-то момент. А почему так? Вот что тобой двигало вообще? То есть, я так понимаю, что первоначальная, ну, изначальная история это не про деньги, потому что очень многие предприниматели размышляют про финансовый результат как вот главную вещь. Я вот, например, придерживаюсь другой мысли, мне кажется, что важны какие-то смыслы, которые в закулисе. И зачастую понятно, что бизнес должен работать. Но есть что-то еще. Вот я почему-то чувствую, что ты вот очень похожим образом размышляешь. Расскажи, как у тебя это устроено? Ну, смотри, я оказался в франчизе благодаря стечению обстоятельств просто в моем родном городе, Монтогорске, магазины, которые были, они были выставлены на продажу партнерам, и я понимал, что нельзя тереть свой родной город, и я сам хотел этого. И, в общем, я это купил, и отдал управлять своей семье, своей родной сестре, и мы вместе как-то это делали. Десять лет она этим занималась, вот в карантин мы это закрыли, это такое... Главное, что это реальный опыт. Главное, что вот мы там пишем книги там, что-то там выступаем, а если ты сам это не прожил, если у тебя в гараже, там, в Монтогорске нет полного гаража торгового оборудования, который больше никому не нужен, как бы, ну, вот тогда, наверное, ты не можешь ничего говорить. Если это у тебя есть, и ты там терял деньги, зарабатывал, тогда можно смело говорить, да, я был франчези, да, ну, как бы, во всем масштабе деятельности, конечно, в моем личном плане это была там несущественная роль, там, не могло не получиться, да, там, вот, обладая такими ресурсами, но при этом это личная история, даже когда уже нету розничного бренда экспедиции, уже там в 15-м году мы прекратили вообще все эти потуги в ритейле, эти магазины существовали еще несколько лет, и они сейчас существуют, прикол в том, что около 100 магазинов экспедиции работают разрозненно по стране, и с них головная компания, бренд группы компании Руян, ничего не берет, то есть, а люди ничего до сих пор не придумали взамен этой вывески и работают с ними, то есть, там, в Тюмени, в топовых торговых центрах, в аэропорту в Сочи, если будете вылетать, если вылетать, да, да, в аэропорту Уфы, просто в зоне вылета огромный центровой магазин, музей такой, и он работает, то есть, как бы, понять причину рациональную, почему это происходит, ну, как бы, ее нельзя, то есть, здесь только можно объяснить какими-то смысловыми вещами, что просто кому-то действительно важно, что там это есть, и он этому привержен, но, например, в Тюмени до сих пор этот франчайзи, он, бывший франчайзи, теперь это независимый предприниматель, который просто использует по договоренности товарный знак, по сути, он бывший летчик Ютеера, там, вертолетчик и так далее, у него нет другой судьбы, просто, наверное, вот. А изначально экспедиция, это франчайзи, это продукт? Ну, это бренд образа жизни, это зонтичный бренд, это сначала были товары в дистрибуцию, потом это были ресторан огромный, сейчас он до сих пор работает в Москве, на певческом дом 6, на Китай-городе, и гонка экспедиция Трофи, меня туда притянула, если честно, гонка, то есть, мне до торговли было вообще по барабану, я вообще, как бы, не предпринимателем был, я инженер по образованию, мне было круто, я хотел попасть в Владивосток всегда, всю жизнь, там, с детства, я там оказался, соответственно, вот за эти фантики меня купили, а потом я сам стал организатором этой гонки, в общем, Это тяга к путешествиям, или спортивной составляющей? ну да, ну это все, что сплавы, походы и так далее, это все, вот эта романтика, она, я все жду, когда она у меня выветрится из головы, она никак не выветрится, поэтому мне приходится каждые два года вступать в ряды экспедиции и организовывать эту гонку, вместе с Кравцовым, с Сашей, и со всеми вот секта, Слушай, а вот этот форум романтиков, который Кравцов запустил, у нас же несколько лет, ты там сам был? Конечно, я его и помогаю организовывать тоже, да, то есть у нас нет общего бизнеса, никакого сейчас экспедиции, с Сашей Кравцовым, и с группой компании Руян, но у нас есть много гуманитарных проектов совместных, которые мы делаем, поэтому, наверное, это такое хобби, поэтому, да, форум это наше хобби, да, там, он абсолютно полезен, любой может туда приехать, там горизонтальное общение, прикол этого форума, немного таких в России, это где не все есть спикеры, а есть слушатели, а там все спикеры и все слушатели, просто все по очереди выступают, там ограниченное количество времени, да, ну, пару инсайтов я там услышал, конечно, там приезжают, ну, как бы, помимо нас, вот предпринимателей, кто там что-то делает, приезжают такие сэнктэн, короче, российские, носим талебы, короче, и там что-нибудь скажут, и потом думают об этом целый год. Но ты говоришь, что это вот пару инсайтов, вот какой-нибудь один инсайт, можешь сказать? Да, инсайт, который произнес Геннадий Николаевич Константинов, есть такой очень выдающийся мыслитель, профессор в школе экономики, математики, он на одном из своих выступлений сказал, что, в общем, ну, большинство крупных компаний цифровых, которыми мы пользуемся, Facebook, Google и так далее, они, ну, должны быть национализированы, то есть, это, ну, как бы эпоха приходит того, что несколько подонков, соответственно, да, во главе этих компаний начинают принимать решения вообще о судьбах людей, банить там людей, президентов и так далее, ну, это как бы ни к чему не приведет, поэтому, скорее всего, в Америке будет процесс национализации, там, Facebook, Uber, Google и так далее, потому что, ну, это уже существенная контр-власти, да, и в России так. По сути, и средства массовой информации, и власть. Ну, вот СМИ уже как бы в стране давно, то есть, сейчас как бы только Facebook и Google есть, поэтому все, что они покажут, то и будет СМИ, поэтому, ну, вот он тогда это сказал, и как бы вот на очередных выборах президента в Америке, да, то есть, один из президентов, там, женщина какая-то была такая тоже, она сказала, что ее программа конкретная, типа, как только я приду к власти, мы национализируем Facebook, Google и так далее, да. В России такая тенденция тоже есть, этот инсайт из Америки, который Константинов Геннадий Николаевич подцепил, сейчас по-прежнему актуален, то есть, здесь мы тоже на грани этой истории, то есть, что с этим делать, потому что Яндекс в ряде случаев мощнее, чем российское правительство, поэтому, прям, это, это как бы очевидно здесь, и нам, как предпринимателям, которые пользуются этой инфраструктурой, надо держать ухо в остро, понимать, как бы, что нам-то от этого делать, как бы вот, просто полностью ложиться под Яндекс, или под кого-либо, да, мы не можем, ввиду нашей свободной сущности, но, в общем, как бы, возможно, в этих реалиях придется жить. Это вот один из инсайтов, Юр. Василь, а вот ты говоришь из Магнитогорска, про семью можешь как-то рассказать, где родители, братья, сестры? Слушай, ни разу меня об этом не спрашивали, да. Это важный вопрос. Спасибо, да. Я при нами на работу, всегда спрашиваю несколько вопросов, то есть, я отвечу сейчас на твой вопрос, я просто, если передо мной сотрудник будущий, я спрашиваю, чем занимались его родители, меня на самом деле этому Саша Кравцов научил, потому что он мне говорит, что все самое хорошее от нас от родителей, все остальное от нас самих. Вот, поэтому я спрашиваю, чем занимаются родители. Есть ли родители, как бы, там, хорошие, нормальные врачи, там, я говорю, ну, да, отлично. Вот, как правило, к счастью, всегда все люди, как бы, этот, как скажу, формулу, да, там, они, как бы, в плюс всегда бывают. Вот. Один человек за все время спросил, а ваши родители, чем занимаются? Ну, было нормально, да, в общем, вот, стал отвечать, да. То есть, у меня родители простые люди, соответственно, да, со средним техническим образованием, и отец, как только вышел на пенсию, он решил получить высшее образование, то есть, это вот для меня пример тоже. В общем, он где-то вот сразу, как пенсионный возраст настал, подал документы, соответственно, и закончил ИСТФАК, сейчас заканчивает, закончил магистратуру и пишет кандидатскую, соответственно, вот, на... Как в Москве? Нет, в Монтагорске, они живут там, да. И, собственно, да, мама у меня, тоже она с инженерным образованием, соответственно, да, работала, у нас такое было, у нас что-то там про железо, да, там в НИМИТИ, соответственно, есть такой научно-исследовательский институт, где там сначала рисовали, ну, и, кстати, благодаря маме я первый раз в жизни увидел японский ноутбук в 7 лет, то есть, я играл в «Принцев Персия» в 7 лет, это был такой инсайд для меня. Кстати, у меня такая же история. Это провал, да, я долго этим всем не горел, но вот потом я стал инженером-электронщиком, закончил наш местный вуз, университет имени Носова, ну, и, собственно, вот, кстати, недавно там выступал перед студентами и говорил, что, да, учитесь хорошо, соответственно, вот, учите английский, самое главное, что я им говорил, вот. Да, потому что я заканчивал диплом, принципиально решил, там какая-то программа у нас была от нашего комбината металлургического, у него там много денег, он возил там немцев всяких и так далее, и, собственно, так получилось, что я закончил диплом на английском языке, ну, и это, собственно, чуть-чуть переключило мои мозги к тому, чтобы я потом был открыт к чему-то большему, чем просто железо. Я какое-то время работал реально на комбинате, инженером ходил в каске, мы там хобби уральская лить сталь, соответственно, вот мы ее лили, слявы, там, рулеты из этой стали и так далее, в общем, рулоны, и, в общем, вот, вот, группа компаний Руян, они, соответственно, мне объяснили о том, что деньги можно зарабатывать на других вещах, вот, и, как бы, я до этого знал, что надо продать несколько тонн стали, это будут какие-то деньги, там, сколько ты там, сотни тысяч долларов, ты заработаешь, о том, что можно продать маленькую таблетку для фумигатора, соответственно, для средств от комаров за 50 копеек, да, и, в общем, и на этом заработать миллионы долларов, вот, я вообще никак не понимал, причем очень долго, даже когда я работал уже в группе компаний Руян, в экспедиции, я доходил очень туго до этого, как вообще такое возможно, да, но это раптор, и средства от комаров, салтан, это все продукция группы компаний Руян, такая история. Немножечко про семью. Еще про семью? Да, что-то еще? Есть это не запретное тело. Я женат, нет, у меня двое детей, две дочки, 7 и 10 лет, поэтому большая часть этой книги, она об образовании, потому что так получилось, что мы во франчайзинге, в образовании стали, в общем, пахать, да, и стали делать. Если раньше я торговал товарами из Китая и возили контейнерами в кружке под брендом экспедиция, правильно, да, и я ни о чем другом вообще не думал, и когда у меня появились дети, они, по сути, я к ним относился так, как будто, что они мне мешают торговать опять с Китаем, короче, что у меня надо ехать в Китай, что-то покупать там и везти, а они что-то пищат, короче, и мне мешают, вот, надеюсь, они потом вырастут, меня посмотрят, вот, в общем, и этот перелом мне трудно давался, честно, то есть, я вот искренне говорю, то есть, год, два, три, наверное, я вообще, у меня ломалось в голове, все, к счастью, все как бы переборолось, соответственно, Китай остался там в стороне, и я вот много уже лет, уже там больше пяти лет, действительно посвящаю свое время образованию и слушанию того, что они там мне напищали тогда, и, соответственно, что им сейчас надо, да, то есть, как они развиваются, поэтому частные школы, модульные образовательные программы, международные образовательные программы, это приоритет моей деятельности, на самом деле, франшиза франшизами, да, то есть, детское образование, это благодатная почва, да, ну, и, конечно же, если говорить в продолжении того, что мне дала моя семья, понимание того, что эти дети вырастут, и, наверное, глядят на то, как студенты, например, в Сингапуре, где мы регулярно проводим российский павильон франшиз, на выставке франшиз, там, ну, и я там регулярно бываю в технопарке, и общаюсь со студентами, которые окончили вузы местные, сингапурские, там, два основных государственных вуза, я вижу, чтобы прийти к их уровню кругозора, чтобы у нас как можно больше процентов детей было таким после института, нам понадобится еще, наверное, лет 30. Что мешает? Вот. Мне так кажется, Юр, тебе виднее, может быть? Нет, ничего не мешает, просто наш масштаб, он такой, что в среднем, в чите по выпуску из вуза так не будут говорить, при всем уважении, как в Сингапуре сейчас, а надо, чтобы так говорили. Поэтому, если это ровно размазать по стране, чтобы такой уровень был, я пока заложу 30 в голове лет, если получится за 10, я буду очень рад. Я помню, я помню, кстати, что вот одна из тех книжек, которая меня крайне удивила и вдохновила, это как раз из третьего мира в первой, Leak One You, этот, по сути, человек, который создал современный Сингапур, он был, кстати, в России, в Сколково был, насколько я помню, и вот мне тоже впечатлило, как он приезжал в Россию, как его на поездах там по этой стране катали, он смотрел там, ехал несколько суток, просто для того, чтобы человек понял вообще, что такое Россия. Но у него это заняло 30 лет, да, чтобы эти студенты так говорили сейчас по выпуску. Ну, то есть, если ты закончил государственный вуз в Сингапуре, один там политехнический, а второй, по-моему, просто там университет называется, State University, вот, то априори, если ты просто поднял флаг и сказал, что у тебя какой-то стартап, каких-то свистулек там цифровых или какое-то там приложение, тебе просто вот вся инфраструктура Сингапура готова дать просто подъемных там миллион долларов, лишь бы ты остался там и что-то делал. У меня есть стартап, тебе дают миллион долларов, но ты, по крайней мере, защищен, что если ты ошибешься, никто тебе не повезет никуда там эти деньги вышибать из тебя. Я когда в Сингапуре был, меня очень поразила такая история, я, наверное, нигде в мире такого не видел, насколько местные жители, вне зависимости от того, чем они занимаются, восхищены своей страной и возможностями. То есть, вот ты едешь с таксистом, ты разговариваешь с барменом, и ощущение, что человек просто продает эту историю, не знаю, почему, так ли это, не так. Слушай, ну давай я прокомментирую. Мы там бываем несколько раз в год, вот, и я бываю там, может, даже чаще, чем вся команда на штоп-франчайз, я общаюсь там со своими дружками, соответственно, которые помогают нам организовывать выставку. Они малайцы сами, то есть там 70% это китайцы, ликванью китайцы, и так далее. Есть малайцы, такая вот наци-меньшинство, индусы, белые там люди. И вот точка зрения малайцев, она как бы, и коренных именно сингапурцев, она разная. То есть сейчас, конечно, Сингапур под прицелом Китая, и всей Юго-Восточной Азии центра, куда надо засунуть своих детей. Если мы сейчас как бы говорим про образование, то это не совсем круто, на самом деле, на начальном этапе, как это выглядит. То есть это, по сути, в Сингапуре существует сеть детских таких образовательных тюрем, соответственно, да, то есть за решетками, прям железными, да, там в кондоминиумах с бассейнами и так далее, куда китайские богатые люди инкогнито отправляются к детей учиться, давая им социальный лифт, чтобы они могли поступить в государственную школу. Я был в таком заведении, это частное общежитие, где в квартире живет там два-три ребенка с очень крутой инфраструктурой, с топовыми учителями, которые приходят, но с очень жестким расписанием ребенка, оторванного от родителей. Вот, это вот одна из сторон Сингапура, которая, она нормального человека вызывает, конечно, отторжение. Мне кажется, это классический такой британский, это же как бывшая часть Британии, вот эти закрытые школы для мальчиков, для девочек, то есть он очень похожий. Там слишком закрытая тема. Во-первых, все китайцы, вот я был в школе, которая держит китаянка, соответственно, она сама сингапурка, но вот китаянка, и она подход, у нее очень структурированный, все классно. Мы когда, мы с ней познакомились на выставке, она пригласила к нам в гости вот как раз в этот дом, мы приехали, первое, что я увидел, ну, вообще, где китайцы живут, соответственно, какой бы этаж ни был, если это состоятельные китайцы, у них решетки на окнах. То есть я бы думал, что-то круто. Потом, соответственно, выходит там этот ребенок, говорят, ну-ка, давай по-английски что-нибудь прочитай, там, тапка, там, что-то там по столу. Короче, явно, что он как бы, ну, в развитии там, опережает он там. А с чем связаны решетки на окнах? Это китайская национальная забава, соответственно. Потому что я слышал, что вот няне филиппинки, то есть как раз про Сингапур, я слышал, что периодически няне филиппинки просто падают из окон. И они как бы делали, и они делали решетки. Я еще удивился крайне. Нет, это не из-за этого. Нет, это часть менталитета китайского. Они любят деньги, беречь их и так далее. Поэтому, если ты проедешь по любому китайскому городу, увидишь, что в большинстве случаев решетки, соответственно, на окнах домов. Но не суть. Это просто, как-то эта культура перекладывается на детей. Конечно же, я бы не хотел, чтобы мои дети там учились. Конечно, мне свобода дороже, чем hard skills. А где бы хотел, чтобы учились? Да пока в Москве. Куда еще? Ну, смотри, ты говоришь, 10 лет, да? Да. Дочке? Она же где-то тогда учится в какой-то школе? В общеобразовательной московской школе, да. Которая со спортивным уклоном, да. Ну, мы, конечно же, думаем о том, надо ли дальше там учиться или нет. Мы вот сейчас откатали начальную школу, и вот этот момент для нас решающий, прямо в этот момент. Спасибо, что приглашили. Еще раз я проговариваю, актуализирую это, да. Что надо думать. Оставаться там или идти в какие-то другие... Ну, а она спортом занимается или просто она туда попала? Ну, она вынуждена заниматься спортом. Там есть просто хороший бассейн, и она, в общем, в спорте нормальный такой атлет. А выбор ее или родителей? Выбор наш, потому что школа хорошая, она у дома, она опрятная, чистая и так далее. Ты хорошая или у дома? Слушай, и хорошая, и у дома. То, что я вижу в этой школе, это лучше, чем в любой из четырех школ, в которых я учился. Вот, в России, ну, в Монитогорске. Все, что я видел в Москве и вижу сейчас внутри классов, педагоги, дети и так далее, это гораздо лучше, чем мой опыт, поэтому пока мы ходим туда. Понимаю прекрасно. Именно поэтому я пришел в образование, чтобы вот я, когда школу закончил, я понял, что вроде, ну, не должно так в жизни быть. А когда я закончил университет, я учился в московском лингвистическом Марис Терезе в Москве. Где шпионов учит? Я не знаю, кого там учат. Но я понял, что так, в принципе, не должно быть. То есть я должен в этой жизни создать что-то, что будет противоположностью, и это будет успех. То есть там учат, тому, как создавать, да не то, что даже учат, то есть задача сделать винтик и потом его встроить в компанию. То есть фактор личности ребенка, человека, он не важен. А вот мне как раз всегда было интересно, чтобы была личность, чтобы это не был, то есть не советский такой подход, когда, условно говоря, есть рабочие места, и тебе просто нужно их заполнить. Хочется как-то больше творчества, что ли? Я думаю, что во многом, это мои личные наблюдения моей семьи и самого себя, и детей, что уровень успешности в образовании зависит все-таки от родителей, а не от школы. Поэтому здесь как бы пенятина то, что где-то твоего ребенка должны чему-то научить. Я думаю, что лишнее, нужно больше самому заниматься, обеспечивать условия и так далее. Поэтому я не думаю, что как бы можно так просто легко сказать, что ну да, школу мы поменяли, там дела стали лучше или не поменяли, там дела хуже, школа виновата. Ну да, такая школа. А ребенку-то нравится? Конечно, да. На данном этапе все нравится. Но задавая вопросы, хотела бы ты поменять школу, например, да, то есть мы слышим ответ, да почему бы нет, как бы. Мне этот подход тоже нравится. Я первую школу осознанно поменял в седьмом классе. То есть я пришел, прям написал заявление с друзьями, подговорил и говорю, все, меняем, в школу уходим. А у вас с точки зрения родительского такого подхода, какая школа мысли? То есть это некая такая демократия или что-то противоположное? То есть у ребенка есть шанс высказать свое мнение? В той школе, где мы учимся? Нет, вот с точки зрения вообще, куда хочет человек пойти, чем он хочет заниматься, или все-таки здесь ведущая роль родителей и они направляют? Меня никто особо не направлял, то есть, но среда, ограничивающая от негативных каких-то моментов у меня была. У меня были очень много наглядных примеров в Монтогорске, как не надо. Я думаю, у многих людей это было. Хороший опыт. И в общем, вот эта вот тема, как не надо, она двигала мной вперед, соответственно, и я смотрел, где как бы то, что ты имеешь, уже круче, чем кто как не надо. На самом деле, пока ментально это продолжается. Я не из профессорской среды, то есть, может быть, в каком-то третьем поколении в нашем роду кто-то появится, а может быть, даже в этом, когда отец напишет диссертацию, соответственно, станет кандидатом наук, я могу это сказать. Но в целом, драйвер-то такой, что добиваться результата любой ценой, он сидит и во мне, и, скорее всего, также передается детям, где рассчитывать надо только на себя. Поэтому школа, это просто, будем так пока говорить, это не сама цель, это все-таки средство для достижения цели. Пока все, что я вижу, вот извини, я скажу, все, что я вижу вокруг экономфака МГУ, как ни крути, вот мы просто там живем рядом, я там бываю иногда прям в нем, мне нравится. То есть, пока вот я вижу, что даже очень много выдающихся экономистов с экономфака в других американских университетах работает успешно, добивается результатов, и они какую-то формируют, ну, какую-то повестку, ну, вышка, да, рэш еще есть там, вот эти вот пункты, в принципе, если будет какая-то склонность у детей к этой теме, да, было бы хорошо там оказаться, вот. Там, ну, среда хорошая. Почему ты хочешь сделать сообщество сто лучших школ? Да, я думаю, оно будет, даже я хочу его или нет, потому что уже это неотменяемая история, что в России есть частные школы, и в России есть спрос на частное образование, в общем, этим школам надо объединяться, я пока не видел каких-то ассоциаций или чего-то еще, ну, то есть ассоциация такое слово, которое более формальное, комьюнити нужно, нужно собирать людей, которые могут общаться горизонтально, самое главное, что они, эти люди могут сгенерить, как опен-платформа, это, ну, принцип веб-2.0 любой социальной сети, когда они дают контент, и он по определенному шаблону структурируется, это когда мы можем понимать, что эти знания от этих школ поступят в основу открытой платформы для пользования программами образования для любых людей, вот, собственно, это, наверное, круто, вот, если такое появится. Слушай, ну, вот смотри, мы с Женей в субботу, например, едем в Сергий в Посад, потому что нас туда пригласили бывшие наши франчизи бэби-клубы, вот, они, все детские центры, которые были там, которые поняли, что нужно создавать школы, они объединились, там есть пять партнеров, они открыли большую школу, и вот они теперь делают уже там новую еще, там более, они расширяются, и вот зовут нас на открытие. И вот уже как бы у нас есть минимум там пять партнеров, которые, может быть, тоже будут участвовать вот в этом комьюнити. Отлично, это круто, да, спасибо. Ну, в каждом городе России есть частная школа, потому что, ну, вообще, как бы если говорить про франчайзинг, да, то есть там про франшизы, то в России есть 100 локаций, да, то есть которые, в принципе, могут зарабатывать деньги по любой франчайзинговой модели. Вот наш здесь мем такой, мы всем его там продаем, мы ей даем, это 100 франшиз за 4 года. То есть любая компания в России, если захочет сильно себя отмасштабировать, безопасно, органически, может реализовать 100 франшиз за 4 года. И это значит, что 100 частных школ может работать по франшизе, допустим, это будет Белая Ворона, да, в каждом городе России, которых 100. 85 столиц субъектов, плюс 15 городов, таких как мой родной Магнитогорск, где там есть крупные предприятия, деньги, элита какая-то. То есть запрос на образование на частное формирует средний класс и элита, так или иначе. То есть люди, которые могут чуть-чуть больше, чем все, могут чуть-чуть больше обеспечить и педагогов, и инфраструктуру для этого, объединяются и дают пример частного образования в России. Ну, в большинстве случаев это так. Более того, в основном у нас как раз школа Белая Ворона развивается по франчайзингу, и как раз запрос именно такой, что люди думают, а в какую школу будет ходить мой ребенок? А я не хочу, чтобы он ходил в обычную школу. А можно ли открыть школу Белой Вороны? Поэтому они стали открываться, поэтому они сейчас есть не только в Москве, и есть в Санкт-Петербург, и Екатеринбург, и Новосибирск, и Южкар-Ала, и Сургут, и Казань, потому что люди понимают, что да, есть запрос, они начинают масштабироваться, расти, и вот когда я смотрю иногда в сторис, то, что там делают дети, это реально очень смешно. Не останавливайтесь, да. Да, да. Как бы 100, 100, не 10, не 10, а 100 школ Белой Вороны. 100 школ. Салихар, там, Нарьянмар, там, Норильск, даже вот, в этих городах тоже должны быть Если там есть аэропорт, значит, там есть люди. Если там есть люди, значит, там есть дети. Нет, там есть все, знаешь, там всегда надо смотреть, так, есть администрация, соответственно, да, то есть субъекты. То есть Нарьянмар по размеру там, ну, там, Ненецкий автономный округ, там, не знаю, больше, чем Франция, точно. Там дальше будут жить люди. Одна частная школа на территорию равной Франции, ну, как бы вы осилите, и там люди осилят. Любимый автомобиль Land Cruiser 200 в Нарьянмаре, то есть приезжаешь в аэропорт, ну, люди просто, ну, любят эти машины, как бы, вот и ездят на них. Открыть частную школу, ну, это, ну, два, ну, максимум три Land Cruiser, да, то есть как бы вот это. Интересная, кстати, модель. Вот об этом надо подумать. Да, четыре Land Cruiser, ладно. Расскажу об этом жене. Куплю жене сапоги. Да, да, да. Так что вот, у нас в этом плане гигантский потенциал, да, в частных школах. Так совпало, мне кажется, вот закон о образовании же этому все равно, как бы, позволяет это делать. Он, как бы, я так понимаю, с 12-го года, там, вот, вся эта движуха началась, и это стало просто возможным. Вот, поэтому здесь вам точно надо останавливаться. Даже вот только на этом уже можно было бы завершать. Расскажи про увлечения свои. Чем занимаешься, что тебя мотивирует, что нравится? Я за собой подметил, что мне надо разгружать голову периодически, соответственно, да, и, в общем, здесь есть несколько моментов. Я могу просто даже как рекомендовать, может быть, да. Есть паруса, да, то есть простой способ, как отключиться от телефона. Соответственно, у меня вот такой лайфхак был во время карантина. Самая проблема, главная, это для руководителя и для предпринимателя, на самом деле, любого здравого человека отключить себя от смартфона, на самом деле, потому что, ну, во-первых, это мне еще один из участников гонки экспедиции Трофи, Саша от Соловальников, первый раз мне об этом сказал, я даже не задумывался, отключить уведомления из WhatsApp, звуковые, да. Я так и сделал. Я так и сделал. Это как бы мне сэкономило очень много энергии. Потом, соответственно, ну, увлечения, они все эмоциональные, конечно, это паруса, там, я с университета катаюсь на сноуборде и так далее, но это не сказать, что какие-то спортивные вещи, это скорее больше возможность побыть на единине, мне потом еще почему-то парусные дела нравятся чаще больше в одного, да, то есть это сходить куда-нибудь, там, остров какой-нибудь, там, на луче, на этом лазере, там, покувыркаться, и это разгружает мозг, потом ты возвращаешься уже чуть как бы более просветленным в этом плане, да. Но на остров на какой, на какие острова ты ходил? мы под парусом в экспедиции сделали несколько парусных экспедиций, но они как бы были групповые, да, то есть я, это, у нас такое увлечение есть, парусный надувной катамаран, уникальное судно, которое может причаливать к любому берегу. Если яхта, вы знаете, она там киль, там нельзя везде причалить, а парусный надувной катамаран может. Есть такой изобретатель, Анатолий Кулик, он делает эти суда, и мы, соответственно, вот на них путешествовали. Мы сделали экспедицию от Архангельска, от Мурманска до Архангельска по Севморпути, мы сделали экспедицию в Индийском океане, вокруг Сейшел, прям вот на этом судне, короче, путешествовали, между островами на Сейшелах. И мои, можно сказать, любимые острова, это вот все Эгейское море, Родос, и все, что вокруг, это тоже те места, где раньше мы могли путешествовать без виз, то есть мы пересекали границы, соответственно, нелегально там, вот, ночевали на островах, ты ждешь костер из пальмы, соответственно, у тебя припарковано твое судно, здесь там какие-то мужики что-то варят, соответственно, там много мистики, там по-прежнему вот эта тысячелетняя вся история Лады и так далее, она сохраняется, там все как бы продолжается вне туристических зон, вот, и, в общем, это одно из увлечений. Так же, да. Это какая-то закрытая история или любой желающий может быть по-прежнему? Это наши частные такие экспедиции были. А вот чтобы в открытом доступе не было желания? В открытом доступе я рекомендую посмотреть на сообщество «Сила ветра», я в нем стою тоже, это достаточно молодые ребята, которые имеют хипстерские такие наклонности к парусам, очень талантливая компания, самое большое парусное сообщество в России, но оно самое главное, что душевное, вот, если вы заходите вдруг как бы снять напряжение и под парусом походить, чтобы у нас никто не орал, там, и говорил, вот, это «Сила ветра». А какая подготовка должна быть? Нет, там все можно с нуля вообще. То есть, это такой комьюнити, который тебя примет, научит? У них все есть, да, «Сила ветра» это Максим Пенигин и все его друзья, соответственно, мы, скорее всего, даже будем на международный рынок показывать их по франшизе тоже. Вот. Да, это одно из немногих и, наверное, хороших таких сообществ парусных в России. Там нету гонок, там нету мата, там ничего такого нет, то есть, можно лояльно в эту тему войти, если вы в парусах ничего не соображали, вот лучше всего сейчас с ними заходите. Да, без всяких там прав. У меня нет прав пока никаких, но, тем не менее, это не мешало мне, отчаливая от берега Турции, на следующий день идти в магазин в Грецию, соответственно, вот, покупать все, что нужно там и на другом еще острове жечь костер, с друзьями и ночевать под звездным небом. Вот. Для этого корочки не нужны. Вот. Для этого надо желание только, Удивительно. А так нет у меня никакого хобби, да, соответственно, вообще ничем я не укаюсь. Ну вот, вот, наверное, это и основное. Кроме бизнеса, да. Потому что ты вот сказал, ты сказал по поводу вот этого возможности побыть наедине с собой. На самом деле, это большая проблема в современном мире. Вот я, например, когда я занимаюсь триатлоном, айронмен и вот прочие всякие вещи, и когда я задумываюсь, почему этим занимаюсь, вот во многом это действительно история побыть наедине с собой, потому что ты в моменте, ты отключаешься, и у тебя просто нет физической возможности, да и желания нет, и глаза горят. Это удивительно. Да, наверное, так, да. Мероприятие. Нам нравится собирать хороших людей вместе. Это наше хобби. Мы не берем за это деньги. То есть это сообщество какое-то, да? Это все, что вокруг топ-франчайз мы делаем. Мы стараемся вот еще до пандемии, и сейчас уже, чтобы раз в месяц мы где-то встречались, общались, обменивались данными. А какие форматы? Это в режиме конференции, когда все-таки кто-то выступает, что-то полезное рассказывает. По нашей просьбе часто. Юра уже неоднократно выступал. Вот, в общем, и те, кто только входит в этот бизнес, они слушают. Это очень классно, когда ты за это не платишь деньги и слушаешь. Это как бы больше, лучше входит информация. А сколько франшиз там подписалось к тебе на topfranchise.ru? Сколько там? Нет, у нас на международном сайте topfranchise.com полторы тысячи всяких разных иностранных франшиз, в том числе 50, около 50 российских. На российском сайте у нас за все время перебывало около двух тысяч франшиз в нашей базе. В активной фазе сейчас в России у нас размещается, я думаю, компания 500 где-то. те, которые вот хотят, развиваются и так далее. При этом так выглядит рынок франчайзинга в России. Василий, смотри, а тогда что ты можешь какое-то напутствие дать нашим подписчикам, тем людям, которые, может быть, задумываются о том, чтобы создать свою франшизу или приобрести какую-то франшизу, чтобы делать из этого свой бизнес, чтобы ты посоветовал? Да, спасибо большое, Юр. Да, я думаю, что давайте так, для тех, кто хочет создать франшизу, да, я уже это говорил, 100 франшиз за 4 года это ваша первая цель, в России, в мире можно и больше продавать, рынок России, он очень благоволит франчайзингу во всех отраслях, это абсолютно один из важных способов своего развития, вот, и здесь, к счастью, после пандемии нет никакого хайпа, там, хейта, да, когда вот он был, нарастал, во время пандемии смыло всю вот эту пену, сейчас люди в основном делом заняты, да, кто-то выжил, кто-то выживает, кому-то там, соответственно, ну, тяжело, но тем не менее борются, сласть из сдохлых лошадей, если ваш бизнес раньше, уже, которым вы жили последние, там, 5-10 лет, сейчас не приносит деньги, ну, скорее всего, он больше не будет приносить, такая печальная новость, слишком много меняется, поэтому ищите с помощью франшизы развития на других рынках даже, да, это я говорю в том числе для тех, кто хочет ее купить, франшизу, так как я являюсь серийным покупателем франшиз, мы франшизи, не только экспедиция, текущая наша компания, франшиза, которую мы сделали в клининге братья Чистовы, мы купили родителям своей супруги, моей супруге мы купили в Питер франшизу, и мы франшизи этой компании сейчас, вот, и в общем, есть возможность зарабатывать всегда, в услугах в России нету конкуренции по-прежнему, особенно в тех городах, когда мы вываливаемся за МКАТ или за другие, вот, Маказань там, да, там в услугах пока голяк, вообще ничего, то есть, или ты ремонтируешь колеса, или ты делаешь шаурму, или ты учишь детей чему-то, просто если ты даешь вот какой-то плюсик над общей вот этой ненормальностью, там, над грубостью, над хамством, над обманом и так далее, то ты будешь в плюсе, поэтому если ты покупаешь франшизу, даже в своем микрорайоне начинаешь работать, ты можешь патендовать на понятные деньги, которые будут всегда альтернативны, и может даже больше, чем зарплата в этом городе, вот, это вот для тех, кто хочет купить франшизу, меряйте зарплаты, следующий этап измерения, это квартиры, машины, бытовой язык, который любому человеку близок, обязательно это примеряйте на себя, вот. Ну что, ребят, сегодня с нами был Олег Ленков, мой соведущий, партнер Baby Club, здесь в Москве, Василий Газизулин, topfranchise.ru, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите свое мнение в комментариях, и не пропускайте следующие выпуски. Всем добра, пока. Пока. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова